Всем привет! С вами Виталий Менчуковский и мы снова что-то делаем в фотошопе. И сегодня поговорим о том, как можно очень круто использовать изменения перспективы в фотошопе и даже прообращать некоторые объекты. Итак, перенесемся в фотошоп. Для начала у меня есть просто коробка и представь себе, нам нужно ее повернуть, ну, под другим углом. И если бы это был какой-нибудь 3D Max или еще какой-нибудь 3D моделированный, это было бы легко. Но как это сделать в фотошопе? Для того, чтобы посмотреть разницу, мы наш слой, кликая правой кнопочкой мышки, преврозим в смарт-объект. После чего мы идем в вкладочку «Редаксирование» и выбираем команду «Деформация перспективы». После чего рисуем сеточку. Так, обводим одну сторону. Есть. Это одна наша грань. Рисуем вторую сетку. Так, точечку подводим к уже существующей вот эту вот. И как вы видите, появляется черная линия, предлагая их соединить. Отпускаем. Так, поправляем грани. И рисуем сверху. Здесь подтягиваем к этой точке. Есть. Эту подтягиваем к этой точке. Есть. Теперь у нас построена трехмерная сетка. Вверху, как вы видите, у нас есть макет или сетка и деформация. Переходим во функцию «Деформация». После чего беремся за какую-нибудь точку и тащим. Как вы видите, у нас очень быстро наша коробочка переворачивается. Вот так легко и быстро. Можем поменять угол перспективы, под которым это смотреть. Здесь уже все от того, что вы хотите получить. Ну, допустим, вот таким образом сверху. Помимо этого, у нас есть здесь три команды, позволяющие выставить все линии вертикально-горизонтально, либо все вертикально и горизонтально. Сейчас покажу, как это работает. Нажимаем «Применить». Открываем наш смарт-объект и давайте сравним. До, после, до, после. Вот так легко и быстро мы просто перевернули коробочку. Давайте еще поредоксируем, поскольку смарт-объект мы это можем делать. Что будет если назвать на все горизонтальные? Будет вот так, на все вертикальные вот так. Все вертикальные и горизонтальные. В принципе, ничего не поменяется, потому что, может, это покликали. Все сбросили, как и было до того, и можем опять крутить. Вращать как нам угодно. Вот так легко и просто. Давайте теперь посмотрим, как это работает на изображении, где это можно еще использовать. Итак, как видите, у нас здесь фотографии и здание, ну, немножко заваленное в перспективе. И выглядит это, ну, мягко сказать, не очень. Тоже смарт-объект. Правой кнопочкой мышки «Преобразовать смарт-объект». После этого «Редактирование», «Деформация перспективы». Рисуем одну сеточку с одной стороны дома. Так, вторую, по другую сторону. Не совмещая их, да, чтобы иметь возможность корректировать отдельно каждую часть. Нажимаем «Деформацию» и начинаем с первого. Да, немножко его поднимаем. Так, выровняли. Теперь второй. Здесь главное все делать аккуратно. Так. Еще немного. Ну, вот так. Нажимаем «Применить». Давайте посмотрим. До, после. До, после. Как мы видим, перспектива выровнялась и стала немножечко приятнее. В любом случае, данную технику, данный инструмент можно использовать в абсолютно разных задачах. Я показал только два простых примера. Но дальше ваши фантазии и эксперименты помогут вам найти больше применений к такому замечательному инструменту, как изменение перспективы. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, написать об этом в комментариях и обязательно поделиться. Если вы еще не мой подписчик, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы помочь продвижению канала. В описании под видео ссылки на полезные видео уроки, а также ссылки на соцсети. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить на канале. С вами был Виталий Мечуковский и мы встретимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok